Пасхальные выходные, Имманты, район, который я знаю, наверное, чуть-чуть лучше, чем другие. Я здесь родился, вырос и провел большую часть жизни. Когда я работал в Рижкодуме, мы утеплили и начали ремонтировать все пять имманских школ. У трех школ, это получается, Оствальда, 96-я, Имманская, построили новый стадион. Начали приводить в порядок дом культуры, анонимующий лес, дорожки, освещение, низкопольный трамвай, который соединил Имманты и Югу. Сейчас я пытаюсь понять, а что за последние три года, начиная с 2020-го, учитывая рестарт в управлении города, было сделано для Имманты. Я насчитал новые столбики, Курзумес Проспект, на других улицах, парковочные места, которые мы начали в свое время проектировать и начали строить, их завершили. И пара светофоров. Если бы Имманты была отдельным самоуправлением, отдельным городом, учитывая, что в Имманте живет 40 тысяч человек, то Имманты была бы шестым по величине самоуправлением в Латвии. Меньше, чем Юрмала или Елгова, но больше, чем Резекна или Венспилс. Я правильно понимаю, что для 40 тысяч человек за три года единственное, что было сделано, это несколько сот столбиков, которые, в принципе, не помешало бы уже начать мыть в прямом смысле этого слова, пара десятков парковочных мест и пара светофоров. Продолжение следует... Продолжение следует...